Глупоуважаемый Владимир Федорович, Алексей Михайлович, Андрей Владимирович, спасибо большое, особенно спасибо Владимиру Федоровичу, потому что если бы я выступал против, то это вообще было, наверное, фиаско, а так вроде я собрался выступать среди людей, которые являются поклонниками скрининга, поэтому, конечно же, я за. Итак, за маммографический скрининг рака молочной железы. 2 тысячи смертей от рака молочной железы в 2017 году, 28,7 на 100 тысяч населения. Это самые большие показатели всех представленных на сегодняшний день локализаций. Еще очень важный момент. Распределение по стадиям рака молочной железы в 2017 году нужно учесть, что у нас в стране, в благоприятных регионах, ну давайте, как бы говорить честно, что Москва и Санкт-Петербург имеют некоторые преимущества, все равно третья и четвертая стадия заболевания занимает очень большой процент. Более того, по современной статистике мы относим к ранним стадиям первую и вторую стадию, но вторая Б и вторая А это совершенно разные истории. И говорить о том, что вторая стадия это то же самое внутри этой стадии, это неправда, это совершенно разные истории с совершенно разным анамнезом, с совершенно разным историей заболевания. Еще очень интересный парадокс, прежде чем мы поговорим о скринингах, это стандартизированные показатели заблеваемости в Финляндии и в Санкт-Петербурге. Финляндия – страна, которая находится от нас в 160 километрах, в общем-то достаточно сходные погодные условия. Финляндия схожа с Санкт-Петербургом по численности населения. Что же мы видим? Мы видим совершенно разную картину. Мы видим картину заблеваемости, которая в Финляндии значительно превысходит заблеваемость в Санкт-Петербурге. И обратный парадокс – смертность от рака молочной железы в Санкт-Петербурге значительно больше, чем в Финляндии. Получаются ножницы, и причину для этих ножниц, конечно же, надо искать. И, наверное, одна из этих причин – это наличие скрининга как такового. Введение скрининга в конце 80-х годов очень сильно изменило структуру заблеваемости, выявляемости больных при раке молочной железы. Да, метастатический рак молочной железы как существовал, так и существует. И, в принципе, наверное, он не сильно каким-то образом изменится в ближайшее время. Метастатические больные показывают абсолютно четкую линию. Но в то же время возросло количество случаев рака молочной железы. И, вероятно, все-таки это связано как со скринингом, так и с общей культурой населения. Безусловно, женщины чаще обращаются, чаще обращают внимание на себя, на свое здоровье. И, как следствие, увеличение количества ранних форм рака молочной железы. И мы с Владимиром Федоровичем, будучи, условно говоря, потребителями скрининга, занимаясь клиникой, говорим о том, что, конечно же, лечение ранних форм рака молочной железы значительно отличается от лечения больных с запущенными формами. Огромное количество исследований о роли скрининга существует. Они начинаются в 60-х годах, они проходят до сегодняшнего дня. И, в общем-то, большинство исследований говорят о том, что снижение смерти от рака молочной железы за счет скрининга имеет достаточно значимые статистические цифры от 19-18%, 32%. Хотя, надо, конечно же, сказать, что существуют исследования, их везде цитируют, о том, что снижений риска смерти от рака молочной железы нет. Наверное, чем больше исследований, тем больше ответов мы получаем на этот вопрос. Но большинство исследований и большинство стран, где проводится скрининг, все-таки демонстрируют снижение риска смерти от рака молочной железы порядка 20%. Очень интересная работа 2014 года, которая очень спорная, но в то же время интересная по своим результатам. У 50-летних женщин скрининг предотвращает 10 смертей на 10 тысяч скринируемых за 10 лет. В общем-то, не очень убедительные цифры. 10 смертей на 10 тысяч скринируемых за 10 лет. Это небольшая цифра. Но надо учесть, что речь идет только о 50-летних женщинах. А мы с вами прекрасно знаем, что рак молочной железы – это заболевание, частота которого возрастает с возрастом наших пациентков. И чем старше они становятся, тем вероятность развития рака молочной железы становится все выше и выше. Таким образом, если мы экстраполируем эти данные, то при 80% охвате скрининга в возрасте от 50 до 60 лет за год в Российской Федерации было предвращено 926 смертей. А в возрасте 60-70 лет – 1240 смертей от рака молочной железы. Снижение смертности на 10%. Это выкладки очень простые, их можно оспаривать, но тем не менее они достаточно убедительны, с моей точки зрения, говорят о том, что 2200 жизней спасается при проведении скрининга. Очень важный аргумент, о котором говорил Владимир Федорович, это сейчас часто обсуждается. Да, действительно, системная терапия семимильными шагами движется вперед, и показатели выживаемости наших пациентов при наличии диагноза, конечно же, улучшаются. Продолжительность жизни больных метастатических форм за последнее время значительно сильно, порядка на 10% увеличилась даже при метастатических формах. Но это исследование очень хорошо демонстрирует, что, конечно же, лечение имеет эффект. Но самый лучший эффект имеет сочетание скрининга и лечения. Если у вас нет ни скрининга, ни лечения, конечно же, это катастрофы. Но если у вас есть и скрининг, и лечение, то это превосходит и лечение, и скрининг, если мы разделяем их отдельно. Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что прогресс одевантной терапии, системной терапии рака молочной железы метастатических форм приводит к схожим результатам вместе со скринингом, наверное, не совсем корректно. Ну и завершая свое короткое сообщение, я позволил себе привести пример слов Наполеона, которого спросили, что нужно для того, чтобы победить в войне. Его генералы отвечали, бравые солдаты, большое количество пушек, еда для армии. На самом деле Наполеон ответил, сказал, что мне нужно три вещи. Он сказал, что мне нужны деньги, деньги и деньги. Поэтому то, что мы делаем, требует больших затрат. И готовясь к этому, нужно понимать, что это не дешево. Спасибо. 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 Продолжение следует...